Всем привет! В 1996 году на экраны вышел приключенческий боевик Жан-Клода Ван Дамма в поисках приключений. Сегодня я расскажу вам интересные факты о съемках, покажу как изменились актеры и многое другое. Приятного просмотра! Сюжет и сценарий фильма разрабатывался Фрэнком Дюксом и Жан-Клодом Ван Даммом в течение четырех лет под рабочим названием Кумите Выход Нового Дракона. Но позже у них произошел конфликт и они разошлись. После выхода фильма Дюкс к удивлению многих заявил, что Ван Дамм нагло украл у него идею сценария, воспользовавшись его болезнью. Но Жан-Клод отрицал все эти обвинения. Я его придумал и четыре года разрабатывал. Сам был режиссером. Съемки проходили в Нью-Йорке, Таиланде, Китае и на Тибете. Это исторический фильм, действия происходят в 30-м году и понадобилось много сложных декораций. Работа шла так напряженно, что по окончании фильма у меня было чувство, что мне не меньше 66. Суд посчитал, что изменения по сравнению с первоначальным сценарием все-таки слишком внушительные и Дюкс проиграл. А вот гильдия сценаристов Америки встала на сторону Фрэнка Дюкса и его имя заставили вставить в титры фильма. Первоначально Жан-Клод Ван Дамм предлагал снять этот фильм режиссеру Оливеру Стоуну, но тот отказался. Сын Ван Дамма, Кристофер Ван Варенберг, также снимался в этом фильме, исполнив роль молодого Криса. В общей сложности отец и сын снимались вместе около 10 раз. Ходят слухи, что актриса Тату Монил была подписана на главную женскую роль в фильме. У актрисы в то время был роман с Жан-Клодом Ван Даммом. Перед самыми съемками пара распалась, и Ван Дамм сразу же заменил Татум на Джанет Ганн. Актер Джек МакГи взял за правило портить воздух после каждого дубля. Ван Дамма это приводило в бешенство. Однако Роджер Мур и многие члены съемочной группы находили это забавным. Когда герой Роджера Мура представляется Добс, лорд Добс, это отсылка к фильмам об агенте Джеймзе Бонде, в которых он сыграл 7 раз. Продюсеры фильма «В поисках приключений» надеялись подписать Роджера Мура на одну из ролей в следующем фильме Жан-Клода Ван Дамма, но Муру так не понравились съемки «В поисках приключений», что он отказался. В сцене продажи Ван Дамма героем Роджера Мура действие происходит на том же острове, где снимались финальные сцены фильма «Человек с золотым пистолетом», в котором Мур играл агента 007 Джеймса Бонда. В своей автобиографии Роджер Мур называет «В поисках приключений» худшим фильмом из тех, в которых ему довелось сниматься. По его словам, организация съемок была на самом низком уровне. Все постоянно разваливалось, деньги заканчивались. И он благодарит Бога за то, что вторым режиссером фильма был Питер Макдональд, который умудрился решать большинство вопросов. Без его участия в производстве картина бы просто развалилась. Худшими людьми на съемочной площадке он считал Ван Дамма и продюсера Маше Диаманта. Когда выделенный на работу над фильмом «Бюджет и сяк», к творческому коллективу картины обратились с просьбой продолжать работу над проектом уже бесплатно. Но актеры в ответ только рассмеялись и пригрозили объявить забастовку. После чего продюсеры моментально нашли дополнительные финансы. По рассказам Роджера Мура, во время подписания контракта продюсеры и Ван Дамм обещали, что его имя в титрах будет рядом с именем Ван Дамма. Но после предварительного просмотра он увидел, что его имя поставили гораздо ниже. Он настоял, чтобы продюсеры выполнили свое обещание, и им пришлось согласиться. Все сцены боя очень яркие и являются самыми эффектными в этом фильме. К ним Жан-Клод как сценарист и постановщик отнесся с большим вниманием. Каждому спортсмену и тренеру он придумал национальную спортивную форму и неповторимый стиль боя. В турнире участвуют представители следующих стран. США, Советский Союз, Сиам, Турция, Шотландия, Германия, Греция, Испания, Франция, Бразилия, Япония, Монголия, Корея, Китай, а также Африка и Окинава. Интересно, что Япония, Окинава и Корея, бывшие в 20-х годах по сути одной страной, обозначены как три разные государства, а многочисленные государства и колонии Африки представлены одним бойцом. Финальный бой Жан-Клода Ван Дамма с актером Абделем Киси был не первым их боем на экране. В 1990 году Ван Дамм уже победил Абделя в фильме «Самоволка». Там актер сыграл противника Ван Дамма по имени Атила. Бой, в котором сумоист, казавшийся почти неуязвимым, проигрывает жестоким нокаутом Монголу, практически полностью повторяет сцену победы героя Ван Дамма над опасным соперником из Японии в фильме «Кровавый спорт». «В поисках приключений» стал последним фильмом Ван Дамма, снятым для студии «Юниверсал». После завершения контракта, по которому актер снялся в пяти фильмах студии, «Юниверсал» не стали продлевать с ним контракт. Производственный бюджет ленты – 30 миллионов долларов. Кассовые сборы составили 57 миллионов. Профессиональные кинокритики отнеслись к фильму негативно из-за большого сходства с другой картиной Ван Дамма «Кровавый спорт». А сейчас я покажу вам, как за 28 лет изменились актеры из этого фильма. Роджер Мур, Эдгар Добс. На момент выхода фильма актеру было 68 лет. Роджер Джордж Мур родился 14 октября 1927 года. Еще до войны он поступил в гимназию, но был эвакуирован в Дивон, где продолжил образование. В 18 лет до окончания колледжа Мур был призван в национальную армию. Военную службу он завершил в звании капитана, но от дальнейшей карьеры в армии отказался, считая, что не имеет выдающихся способностей и лидерских навыков. В 1973 году публика увидела его на экранах в роли Джеймса Бонда. Мур играл главного агента британской разведки в течение 12 лет, снявшись в итоге в семи картинах. Роджер Мур ушел из жизни 23 мая 2017 года. По словам близких, причиной смерти послужило онкологическое заболевание. Актеру было 89 лет. Джеймс Ремар Дивайн На момент выхода фильма актеру было 42 года. Джеймс Ремар родился 31 декабря 1953 года. В молодости Джеймс был бунтарем и серьезно увлекся рок-музыкой. Учаясь в средней школе, бросил занятия, отправившись в турне с группой. Правда, позднее он вернулся в учебное заведение, чтобы все-таки получить аттестат. Во время создания картины «Чужие», в которой артист должен был играть Капрала Хиггса, он получил обвинение в хранении наркотиков. И режиссеру Джеймсу Кэмерону срочно пришлось заменить его Майклом Бином, с которым они уже работали в фильме «Терминатор». Сейчас актеру 70 лет, и он все так же активно снимается в кино и сериалах. В свободное время увлекается теннисом, дайвингом и фотографией. Абдель Киси, Хан На момент выхода фильма актеру было 36 лет. Абдель Киси родился 20 января 1960 года. Абдель еще в детстве с семьей эмигрировал в Европу, в столицу Бельгии Брюссель. Там он начал заниматься боксом и восточными единоборствами. У Абделя есть младший брат Мохаммед Мишель, который также является актером и хорошим другом Ван Дамма. Вместе они и посещали спортивные секции. Сейчас актеру 64 года. Он живет в Бельгии и время от времени посещает тематические мероприятия. В 2024 году его можно было увидеть в фильме «Эмигрант». Джанет Ганн, Кэрри Ньютон На момент выхода фильма актрисе было 34 года. Джанет Лин Ганн, настоящая фамилия Фулкерсон, родилась 2 ноября 1961 года. До начала актерской карьеры она работала стюардессой. В кино начала сниматься в конце 70-х. В 99-м году дебютировала в качестве кинорежиссера, сняв один из эпизодов телесериала «Шелковые сети», в котором и сама снималась, играя Кассандру. Сейчас актрисе 62 года. Ее карьера не заладилась, и в 2005 году она приняла решение полностью посвятить себя своей семье. Питер Молотто, боец из Испании. На самом деле, Питер Молотто родился в Албании. Это настоящий боец с 40-летним опытом в Хэквондо и Хапкидо. Они с Ван Дамом дружат и по сей день. Сейчас ему 64 года. Футахагура Кодзи. Настоящее имя Кодзи Китао. Боец из Японии. Кодзи – профессиональный сумоист и рестлер. В конце 1987 года его изгнали из сумо-зазору с тренером и рукоприкладства в отношении жены. Долгое время велись переговоры о его бое с Майк Тайсоном. Но этот бой так и не состоялся, так как в конце концов Тайсон сказал, что ему это неинтересно. И отверг предложение. В конце концов он пошел по пути единоборств. Принимал участие как в боях без правил, так и в рестлинге. В Футахагура в 2013 году был поставлен диагноз хроническая почечная недостаточность. И последние 6 лет жизни он провел в борьбе с этим недугом. Он скончался в больнице 10 февраля 2019 года. Ему было 55 лет. Сезар Корнейру. Боец из Бразилии. Он начал заниматься КПРой с 9 лет. Снялся в 4 фильмах-боевиках. Сейчас ему 55 лет. И он тренирует бойцов смешанных единоборств. Стефанос Мельцакакис. Боец из Греции. Профессионально занимался борьбой. Даже готовился выступать на Олимпийских играх. Но из-за травмы колена. Закончил спортивную карьеру и попробовал себя в шоу-бизнесе. Где и сотрудничал с Ван Дамом. Стефаноса не стало 19 января 2019 года. В возрасте 59 лет. Он лег спать и не проснулся. Брик Бронски. Боец из Советского Союза. Настоящее имя Джеффри Бельнснер. Американский актер и профессиональный рестлер. В 90-х годах частенько мелькал в кино, где сам исполнял все трюки. 23 августа 2021 года. Его не стало. Ему было 57 лет. Аздин Нори. Боец из Турции. Про него мало что известно. Нори чемпион мира по карате. Трижды занесен в книгу рекордов Киннеса. Жан-Клод Ван Дамм. Кристофер Дюбуа. На момент выхода фильма актеру было 35 лет. Жан-Клод Ван Дамм. Настоящее имя Жан-Клод Камиль Франсуа ван Варенберг. Родился 18 октября 1960 года. Жан-Клод некоторое время провел в специализированной клинике, где лечился от наркотической зависимости. Проблемы с наркотиками попали на то же время, когда у него обострилось биполярное расстройство. От маниакально-депрессивного психоза актер начал страдать еще в юном возрасте. Однако врачи не сочли эту проблему особенной. Тогда в Бельгии, по словам самого Ван Дамма, детей вроде него называли неуживчивыми, а также плохо воспитанными. Поэтому никто не обратил внимания на его вспышки гнева и быструю смену настроения. Никто, кроме его отца, который и отвел сына в секцию единоборств, чтобы тот мог выпускать пар на тренировках. Дома у Ван Дамма висела боксерская груша, которая также помогала справляться с гиперактивностью и постоянным желанием крушить все вокруг. Сейчас актеру 63 года. В 2024 году его можно было увидеть в боевике «Тьма человеческая». Друзья, напишите пожалуйста в комментариях, нравится ли вам этот фильм и кто из героев запомнился вам больше всего. Если вам понравилось видео, прошу поставить лайк и подписаться. Берегите себя. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok